Вот так выглядит наш отель, в котором мы сегодня ночевали. Здесь есть парковка, даже навесик есть у них. И туда прямо Риксос. Я так понимаю, это какая-то центральная часть Туркестана. Но этот отель, в котором мы жили, он находится вот в таком частном секторе. Здесь бульвар небольшой. Все круто, все супер, все понравилось. Единственный минус, что здесь вот ремонт дороги сейчас идет или еще что-то. И бывает ездят грузовые машины, фуры и в общем немного пыльно бывает. Но они чистят, стараются. У них очень чистый этот отель, очень чистый. Мыл я очистил решеточку. Вот так она должна выглядеть. Никаких там листиков, ничего такого не должно находиться. Здесь прямо рядом с отелем есть вот такая вот классная мойка самообслуживания. Тоже в частном секторе стоит 3 копейки. И вот там прямо наш отель, по Тугису, можете ее найти. Вот такая мойка самообслуживания. Еще в таких местах можно всегда воду набрать. Если у вас, допустим, канистра или еще что-то, можно набрать воду и на чистой машине поехать дальше. Друзья, всем привет. Второй день нашего путешествия. Сегодня мы решили покинуть город Туркестан. Мы будем ехать дальше сейчас, в сторону Актобе. На самом деле дорога до Актобе очень длинная и очень тяжело проехать сразу там больше тысячи километров. Поэтому нужно останавливаться либо в Казаларде, либо где-то между Актобе и Таразом, вот этим городом. Поэтому я решил чуть пораньше выехать, но уже почти 12 часов. Я думаю, к вечеру мы будем где-то посреди этого маршрута. 500-600 километров проеду. И, к сожалению, там нет отелей более-менее нормальных, приличных, где можно было бы переночевать. Если какой-то там отель 3-4 звезды и он даже не совсем чистый, там будет, скорее всего, цена больше 100 долларов. И, естественно, я не хотел бы за это платить, поэтому мы, скорее всего, просто переночуем в машине, потому что у меня есть такая возможность спать в машине. У меня там сзади спальное место. Я вам чуть позже про это покажу, все расскажу. Единственное, нам нужно будет просто душ где-то принять. И, в принципе, мы можем спокойно переночевать в любом месте вообще, в любом месте, где захотим. Паркестан достаточно такой молодой город, ну, вот новый, на первый взгляд. Конечно же, я думаю, здесь есть и старый город, и старые всякие разные дома, и все такое. Очень культурный город, много отелей, очень большой выбор отелей. И даже вот тот отель, в котором мы сегодня ночевали, тоже не исключение. Очень хорошая цена и очень чистый отель. Вот так он выглядит. Мне вот такую даже бумажку, приветствие написали. Очень приятно, когда люди, владельцы бизнеса уделяют внимание мелочам, потому что на самом деле все складывается из мелочей. И вот им как бы несложно написать эту бумажку, но сразу складывается впечатление, что люди относятся очень серьезно к мелочам. И это сразу видно, потому что отель очень чистый, вылизанный, чистое постельное белье, полотенца чистые, такие плотные, из такого хлопка плотного, и подушки очень удобные, и мебель из чистого дерева. И стоит это относительно бюджетно. Здесь вот есть еще Хилтон, помимо этого. И есть Триксас тоже, вот мы проехали, он сзади у нас остался. Ну, такой миленький, симпатичный город. Не похож, наверное, даже ни на один город Казахстана, потому что в Казахстане либо какие-то большие мегаполисы, сумасшедшие города. Это прям такая жемчужина туристическая, где направлено все на отдых, на туризм. И, в общем, отдохнули мы здесь очень хорошо. В Казахстане такой отель, вот мы останавливались там за 20 тысяч. Сейчас очень сложно, наверное, будет найти именно такого уровня, именно в таком состоянии, поэтому я вам его однозначно рекомендую. Вот он, Silkway, отель, Туркестан. И здесь все будет в шаговой доступности, все достопримечательности, все вот эти мечети, все старые города и все такое. Из минусов этого города должен вам отметить, что очень жарко, во-первых. И летом здесь, наверное, будет еще сильнее жара. Ну, как бы вот сейчас уже начало лета. И плюс ко всему еще пыльный город. Я это сразу замечаю. Вот если пыль... Ну, наверное, у нас в Казахстане все города пыльные, потому что где-то если за границей, то какая-то грязь попадается, она будет закатана обязательно в асфальт или в бетон. А здесь вот попадаются открытые какие-то кусочки грязи или в газон. И эта грязь, соответственно, строительные машины ее поднимают и так далее. Также здесь всякие разные есть кафе, рестораны. Ну, я думаю, из-за того, что близость здесь к Ташкенту, здесь тоже будет достаточно это все бюджетно и очень вкусно должно быть. Выехали мы из Туркестана. Вот эта трасса, которая проходит с Чимкенту до Казаларды, она магистраль платная и, соответственно, она проходит прямо по городу, через город Туркестан насквозь. То есть там объездов, если я не ошибаюсь, нет никаких. Нам надо будет ехать около 7 часов 550 километров. И вот я сейчас сразу обратил внимание, что у меня чистое стекло, чистая решетка, и мне намного приятнее так ехать, поэтому вот это вот нельзя игнорировать. Обзор, зеркала, это всегда все должно быть чистое в машине. Потому что вы так меньше напрягаетесь, меньше устаете, поэтому всегда следите за чистотой, чтобы у вас лишнее, ничего не валялось под ногами вокруг вас. Чтобы был порядок в машине, и вам тогда будет гораздо комфортнее ехать. Я вот купил вот такие органайзеры. Это штучки MagSafe. Они держат здесь. Это у меня заряжает телефон. Это просто держит. Здесь еще есть для рации. Рацию держат или, может, обычный какой-то железный. И все у меня здесь по максимуму беспроводно. И еще вот такая вот есть тоже штучка. Это Bazels. Она тоже подключается к прикуривателю. А, еще здесь есть зарядка. Подключается сюда к прикуривателю, и прикуриватель выходит сюда. И, короче говоря, это вот все так компактно в одном месте. Вот наши степи. Я даже смотрел по спутнику. Ни капли вообще, ни грамма зелени нет. Все такое желтое, рыжее, оранжевое. Полностью вся территория. Немного проехали. Километров 100, где-то 100-150 километров до Казаларды. Это уже Казаларкинская область. И должен вам отметить, что здесь еще больше пустош. Вот такая пустота. И очень сильный ветер дует. Прям вот я чувствую, у меня нет багажника на крыше. Я от него отказался. В том числе из-за того, что он шумит. И из-за того, что... Но парусность. И вот я чувствую, прям как ветром сдувает машина. Очень сильно дует ветер. И ветер такой горячий. Машин немного. Трасса очень хорошая. Трасса новая, платная дорога. Но вот такая вот пустошь никаких пейзажей. Сухая трава, желтая. И я так понимаю, мы это все время будем вот так ехать, ехать, ехать. Ну, самое главное, хотя бы асфальт хороший. Когда вы отправляетесь в такие путешествия, обязательно следите, чтобы у вас была всегда вода. Потому что машина может сломаться. Мы сейчас проезжали мимо у человека. Закупило аудио. У него даже в машине воды нет. Вот. И мы, конечно же, ему отлили воды. Но дело не в этом. Дело в том, что... Нужно всегда следить, чтобы какой-то хотя бы минимальный запас был. Особенно на таких трассах. Приезжаем к городу Кызылорда. Вернее, он будет вот здесь вот справа. Мы его объедем. Вот эта вот река очень легендарная, знаменитая. И она сыграла очень большую роль в казахском ханстве и вообще в истории Казахстана. Это река Сырдарья и еще река есть Амурдарья. Это две самые крупные реки, которые протекают по территории Казахстана. Вот. Ну, несмотря на то, что они здесь текут, здесь все равно такая пустыня. Здесь здесь речка, конечно, деревья, зелена, все. Но вот там мы сейчас ехали возле заправок. Там прям такая пустыня, пустыня с песком. Мы спустились на 130 метров с той стороны, вот со стороны Чемкента, со стороны гор. Там было больше тысячи. И здесь уже прям практически уровень моря. Я сейчас попробую передать посылку. У нас там, в общем, есть груз в Алмату, чтобы не везти этот груз. Казаларда – это тоже достаточно маленький такой город. Там около 200-300 тысяч человек проживает. Но он примечателен тем, что до Алматы, до Астаны у нас была столица в Алмате. И до Алматы столица была здесь, в Казаларде. Столица Казахстана. Ну, Казахская ССР, в общем. Здесь была столица. Там я отсюда вижу, есть многоэтажки, но все равно, я думаю, он примерно размером такой же, как Туркестан. Но сразу видно, что он не такой современный, наверное, не такой ухоженный, как Туркестан. И не такой туристический, естественно. Здесь вы можете обратить внимание, как живут люди. То есть, это окраина Казаларды. У некоторых даже нет заборов. У нас в Алмате тоже можно встретить такие домики, но здесь вот нет дорог. Какая-то может быть инфраструктура, электричество. Может быть, не быть воды. Скорее всего, за водой они ходят куда-то на колонку. И вот там, скорее всего, школа зеленая. Началась вот такая вот дорога. Двухполосная трасса. Она узкая, во-первых. Во-вторых, фуры здесь продавили асфальт, то есть она не бетонная. И не всегда удобно обогнать фуру. То есть фура едет со скоростью примерно 80 км в час. И встречный поток еще есть. И не всегда это, в общем, удобно сделать, обогнать фуру. Потому что по встречной едут машины. И, скорее всего, если вы будете здесь ехать, вы до 80 км замедлитесь. И вот этот вот участок вы будете проезжать не так быстро, как хотелось бы. Здесь очень много лошадей. Я не знаю, они дикие эти лошади или это чьи-то лошади. Очень много разных речек было возле Казаларды, каналов. Они прям там купались в этих речках. Но они не завязаны, не привязаны и не обвязаны. Возможно, даже это какие-то такие лошади, которые... Ну, я сомневаюсь, что это не чьи лошади, которые здесь просто беспризорные. Вот. Появилось окошко. Мы сейчас его обгоним. И там вроде бы получше будет уже. Но все равно дорога узкая. Единственный плюс, что хотя бы она более-менее без ям, без выбоин. Мы сейчас с вами проезжаем город Байконур. Это территория Российской Федерации. Здесь находится космодром. И Россия, и Казахстан. Все здесь запускают спутники. Вот, получается, с левой стороны. Это находится город на территории Казахстана. Но там есть КПП. И туда можно попасть только по специальному пропуску. И по какому-то только поводу туда можно заехать. По всей видимости, этот город специально построили вот в такой пустыне, далеко от всех. Чтобы не было вреда от того, что там взлетают ракеты. И вообще подальше, короче говоря. Но в то же самое время непосредственной близости с границей России. Здесь у них есть свой аэропорт. Железнодорожная линия. И они платят аренду Казахстану за использование этой территории, за использование этой земли. Только я читал недавно, там какие-то суммы вообще смешные. Что-то типа 5000 деньгер, что ли, если я не ошибаюсь. Очень мало платят за аренду. Здесь есть заправка Келиус. Прямо вот на повороте. Уже новая, современная. Кстати, я заправил бензин в Туркестане. И на Газпроме у меня увеличился расход. Пастух переводил целое стадо. Там козы, овцы, бараны. Прямо через дорогу целое стадо переводил. Очередной третий день нашего путешествия. Сегодня мы провели ночь вот в таком вот придорожном отельчике. Их здесь очень много по трассе. Когда мы ехали со стороны Чемкента, со стороны Туркестана, здесь останавливаются водители-дальнобойщики. И, ну, просто водители. Вчера примерно где-то в 8 часов вечера я уже понял, что нужно отдыхать и что уже дальше ехать небезопасно. И, в общем, мы решили остановиться в таком месте. Это место называется Комплекс. И их на самом деле очень много. Здесь достаточно бюджетно. Примерно за 20 долларов вы здесь можете остановиться. С завтраком относительно чисто. Но это, конечно, не Рильдс-Картон, не Хилтон. Но поспать, отдохнуть и набраться новых сил достаточно, чтобы безопасно ехать дальше. Здесь есть охранник круглосуточный, который следит именно вот за этими фурами, которые сюда приезжают, чтобы, ну, они как бы заплатили за парковку, чтобы они здесь бесплатно не стояли. Поэтому, в принципе, здесь машину относительно безопасно парковать. Но это в любом случае, чем где-то стоять просто на трассе, и где нет вообще ничего. А спать надо, потому что ехать уставшим это намного опаснее, чем где-то спать в таком месте. Разговаривал с водителем фуры. Он говорит, что им по рации они передали, что там авария очень сильная. И даже отсюда видно, что там прям каша какая-то. На самом деле здесь очень узкая, опасная дорога, и люди не спят, уставшие едут без отдыха, без остановок. Конечно же, реакция снижается, и случаются вот такие вот страшные события непоправимые. Поэтому всегда будьте за рулем в тонусе и всегда отдыхайте. Максимум это 500-700 километров, это максимум то, что можно проезжать за день. Вот эти все события, они происходят только из-за того, что водители нарушают правила скоростного режима, потом игнорируют то, что нужно останавливаться, обязательно отдыхать куда-то, спешат, торопятся. И возможно там даже в нетрезвом состоянии, но я сомневаюсь, конечно. В общем, правила, если, допустим, здесь есть ограничение по скорости 100 километров в час, значит, это вот правило, оно кровью написано. И если, допустим, нам ставят там ограничение, даже по этой трассе, там 60-40, соответственно, эти знаки тоже точно так же написаны для вашей безопасности, для того, чтобы вы остались живы, здоровы и домой приехали. Вы даже можете элементарно остановиться, поспать в машине и ехать дальше, потому что я знаю людей, которые едут из Акчюбе до Алматы, едут там на энергетиках 20 часов в сутки, и, естественно, это небезопасно. Потому что монотонная вот такая вот дорога, когда она идёт, и человек просто сам по себе, у него уже снижается реакция, он думает, что это безопасно, и в какой-то момент он просто может уснуть и, конечно же, выехать навстречу. Плюс ко всему, я вчера разговаривал с дальнобойщиками, они сказали, что здесь очень много всякой разной живности, коров, верблюдов и лошадей, которые могут на дорогу выйти. И, к сожалению, это тоже очень опасно, потому что никаких ограждений нет, дорога очень узкая, и, в общем, берегите себя. Также здесь встречаются вот такие вот комплексы прямо на берегу водоёмов, я так понимаю, что это либо протоки какие-то от Аральского моря, либо, может быть, от речек какие-то протоки, и вот мы уже подъезжаем к Аральскому морю. На самом деле, в Аральском море экологическая катастрофа, потому что оно пересыхает, и раньше оно было намного больше. Сейчас я не знаю, почему, но оно становится с каждым годом всё меньше и меньше, и сохнет море это. Прямо на дороге там ещё верблюд, и вот здесь он просто стоит, вот так смотрит. на самом деле здесь очень много верблюдов в этом регионе. Некоторые люди думают, что у нас в Казахстане мы скачем на верблюдах, и у нас тут кроме верблюдов больше ничего нет. На самом деле, где-то в районе Алматы или Астаны вообще нет верблюдов, а не только вот где-то здесь, где пустыни, где вот такие вот степи, а там у нас их вообще нет. Там у нас есть лошади, коровы, да, но верблюдов у нас там нет. Поэтому для нас тоже на самом деле в диковинку увидеть здесь верблюда. А ещё, друзья, что я вам хотел отметить, вот видите, расход сейчас у меня средний 7,3 литра. Я залил в Туркестане на Газброме бензин полный бак, и он у меня показывал почти 8,5, больше 8,5 литра. Кстати, это семья. Конь, кобыла и маленький шеребёнок. Просто вышли вот так вот на дорогу и всё. Мы проезжаем город Аральск. Похоже на то, что здесь одна единственная вот заправка Казакойл. Более-менее нормально, и я решил здесь заправить полный бак, чтобы ехать дальше спокойно. Очень чистые здесь туалеты, уборные на заправке. И удивительно то, что здесь есть душ. Вот там душ, душевая кабинка. Это у вас там душ можно принять, да? А сколько стоит? Бесплатно? Удивительно. Вот здесь можно подзарядить свои зарядные устройства, отдохнуть, чай, кофе попить и принять бесплатно душ. Вообще, в принципе, теоретически, если вы путешествуете на автодоме или ещё на чём-то таком, где вы можете спать, то вы можете остановиться на такой заправке Казакойл. И вот я где-то там даже видел, да, вот прицеп стоит. и принять душ. А топливо, вот цены на топливо. Вот такие цены в конце мая. Пока я путешествовал по развитым странам, по Европе, по Америке, по Японии, по-моему, я нигде не встречал, чтобы вот так вот на заправке можно было зайти и принять душ бесплатно. Всё равно где-то какие-то копеечки, там несколько долларов, несколько евро нужно платить, оплачивать. Ну, либо они там дарят за заправку, ещё за что-то. А здесь просто человек с улицы может зайти и принять душ на заправке. Ещё один пример, как топливы лошади просто переходят дорогу и они рядом здесь сверхблотами жёлтые. Здесь у нас уже полодиннадцатого, но уже начинает солнышко греть и я думаю, в обед, после обеда здесь больше тридцати градусов будет в мае. Высота над уровнем моря здесь около пятидесяти метров, мы уже спустились и будем принимать решение на каком пункте пропуска переходить границу, потому что там есть несколько пунктов возле Октябре, возле Уральска, три или четыре пункта есть и на них на всех всегда разная ситуация. Бывают пробки, бывают сутками люди, стоят на пробках, на границе в пробках и соответственно, нужно к этому тоже готовиться, понимать сразу, где лучше переходить пункт пропуска, чтобы там не терять время, потому что очень много людей приезжают сейчас в Казахстан, из России и многие люди едут на границу, чтобы там продлить время пробывания, просто на такси едут перейти границу туда и обратно. И фуры там тоже, но фуры стоят в отдельной, говорят, что там три очереди, одна для фур, одна для людей, которые едут туда делать визу ран и одна очередь для простых туристов, которые просто пересекают границу. Дорога, периодически попадаются ямы, вот такие заплатки, латки, но к счастью, есть знаки, которые предупреждают об этом. Тугист тоже периодически рисует то, что там плохая дорога или ямы и ограничения по скорости. То есть, если вы едете и написано 60 или 40, это не просто так, обязательно сбрасывайте скорость. Это в первую очередь для вашей безопасности и для безопасности окружающих, кто едет тоже по трассе рядом с вами. Вчера я встретил единственную пару, кто ехал на мотоцикле, они ехали 100 раз, и они сказали будут ночевать в Аральске. Не знаю, вот они едут на мотоцикле, на мотоцикле ехать еще тяжелее, они проехали еще больше и откуда у людей берутся силы и вот это все внимание или это какое-то желание, я не знаю, проехать быстрее. В общем, на велосипедах здесь никто не путешествует, пешком тоже мы не видели людей. В основном фуры, машины, грузовики и все. И вот одного мотоциклиста встретили, путешественника. Очередная техническая остановка, осмотр всех узлов, агрегатов. Кстати, вот так устроена гибридная система в автомобиле. Это задний мотор, вот это черная, это батарейка электрическая, и здесь нет никаких карданов, ничего такого. Сюда приходит электричество по проводам и потом через привода уходит на колеса. В принципе, все в порядке. Здесь тоже никаких утечек, масла, ничего такого нет. Пробки, все сухое. Здесь тоже защита, все на месте. ветром ничего не сдуло. Единственное, нужно постоянно чистить решетку от мыла. В этот раз я не нашел мойку и отмыл стекло сам тряпкой с мылом, а вот решетку помыть пока не получилось. Встречаю часто вот такие машины с холодильниками на крыше. Оказывается, это люди едут в Узбекистан или еще куда-то в ту сторону, ну, в основном в Узбекистан, из России, и они везут детские стульчики, холодильники, там всякие разные манижки, это все из Москвы. Они везут к себе домой в Узбекистан, потому что в Узбекистане очень много это стоит, и они даже готовы заплатить 15-20 тысяч рублей за доставку этого всего, чтобы это привезти, потому что им так выгоднее выходит. Друзья, я сейчас познакомился с одним человеком, вот он впереди нас едет на российских номерах, он мне сказал, что участок дороги, который справа от Октябре, вот мы сейчас здесь едем, снизу, где стрелочка, и вот этот вот участок дороги небольшой, если прямо проехать там налево, очень плохая дорога, и поэтому и навигация показывает много, и альтернативный маршрут еще показывает там объезжать, и он говорит, что там есть КПП, где Орск, и можно сразу там попасть в Россию, перейти, они сейчас туда едут, там нужно объехать чуть-чуть больше, на столе 150 километров, но дорога намного лучше, чем ехать вот этим путем, который короче, потому что там дорога намного хуже, и он сейчас едет в Россию, в город Орск, возможно, мы поедем за ним, и там перейдем границу, и уже не поедем в ОКТБ, поэтому изучайте маршруты, по которым вы едете, чтобы понимать, где какая дорога, где как лучше проехать, иногда бывает так, что лучше проехать больше, но будет дорога гораздо лучше, вот, нам было бы вообще короче всего поехать через Атырау, и вот здесь понизу, и попасть вот уже в Астрахане, это был бы самый короткий путь, но те люди, которые там едут, они говорят, что вот ехать просто по полю, по степи, лучше дорога, чем ехать по дороге, то есть там не дорога, там просто какое-то направление, и никакого придорожного сервиса, и вообще никакого покрытия, вообще ничего такого нет, поэтому мы сейчас едем за людьми, которые знают, как проехать, я так понимаю, часы будут ездить, вот, попалась нам ямка, но к счастью у меня колеса позволяют ездить по любым дорогам, и в том числе даже по ямам, поэтому в принципе мне не страшно, суслики выходят на дорогу, здесь очень часто можно встретить сусликов, верблюдов и лошадей, вот координаты, если ехать с Аральска, начинается уже не очень хорошая дорога, то есть асфальт он идет вот такими стыками и то есть асфальт порванный, они его заделали, но он как будто бы стыками идет, как будто бы бетонными какими-то плитами уложен и трещины эти залиты и в общем попадаются еще габы, ямы, здесь ограничение 90, но 90 тяжело ехать даже на моей машине, здесь где-то до 70 до 60 придется снижаться и вот он мне сказал там еще хуже дорога, то есть чем дальше мы туда едем, тем дорога становится по сути хуже только, вот можно видеть, как машины там прыгают, ни в коем случае вообще здесь нечего делать ночью, это нужно проезжать аккуратно, не спеша и желательно ехать днем, 70-80 максимум здесь можно ехать, поэтому и тугисы показывают, что там 500 километров 10 часов ехать, как раз вот здесь вот где тугис хотел, чтобы я ну альтернативный маршрут показывал налево мне, вот здесь есть всякие разные заправки, гелиус, ну много всяких разных мест, где можно отдохнуть и вот координаты спутников этого места, то есть как вариант можно еще поехать налево здесь, но я не знаю ни то, ни этой дороги. Короче, друзья, смотрите, здесь вот сейчас от нашего расположения, от этого разъезда вот до Ак-Тубе 405 километров и 6 часов и до Орска в принципе по сути то же самое 470 километров и 6 часов. А вот про вот этот КПП я ничего не читал, ничего не знаю. Я возможно сегодня здесь первый окажусь ну дорога по-прежнему вот такая вот валка кусками сделанная, кусками не сделана, периодически ухабы попадаются, вмятины попадаются, вот, ну знаки об этом сообщают, сигнализируют. От Алматы мы отъехали уже почти 1800 километров, третий день мы в пути. на интересный момент этот человек за которым мы едем он тоже там будет пресекать границу впервые, поэтому это такая авантюра небольшая получается. По сути он как бы не знает куда едет, а мы едем за ним. Ну с его слов типа этот путь будет лучше чем тот, который планировался, потому что тот по которому мы ехали планировали ехать пути он там ездил несколько раз и ну с его слов там где мы сейчас поедем будет лучше. Чем ближе мы сейчас будем подъезжать к России тем больше будет зелени, больше будет деревьев, полей, всяких лугов, рек и там уже можно будет в принципе в любом месте спокойно останавливаться и ночевать уже там возле речки или еще где-то на природе. У нас здесь к сожалению это вообще мега некомфортно делать в наших степях. Здесь дорога стала получше, то есть грубо говоря вот от того места где я вам скидывал координаты и до вот этого места дорога была вообще неважная и там разогнаться было невозможно и опасно было вообще ехать быстро и поэтому готовьтесь к этому закладывайте что вас может ожидать плохой участок дороги но там километров 60 максимум 100 здесь в этой части Казахстана очень много пунктов пропуска и возле Уральска несколько есть возле Актубе есть граница Россия с Казахстаном это самая длинная по протяженности граница вообще в мире и конечно же этих пунктов очень много они работают круглосуточно и на каких-то быстро проходит очередь на каких-то приходится ждать поэтому для меня это впервые но вот слева и справа это деревья растут это искусственная лесополоса которую люди посадили специально чтобы не заметало снегом и ну вообще возле дороги было приятно комфортно ехать на самом деле намного приятнее ехать когда вы едете и рядом с вами там море какое-то или зелень или еще какая-то жизнь чем просто по пустыне ехать и в этом плане для деревьев тоже хорошо потому что на дороге вода собирается она потом растекается и они здесь выживают ну так я так понимаю что здесь уже больше дождей не так засушливо и ну Карагач конечно же для этого климата и для этой местности это самый вообще оптимальный вариант он очень хорошо приживается в общем друзья вот здесь где-то через 20 километров мы должны были повернуть вообще по идее налево и уйти через Хронтау в Актюбе в Актюбинск но мы едем сейчас во-первых за нашим проводником который якобы знает короткую дорогу но это не точно а во-вторых Google карты то же самое мне подтвердили а вот Тугис хочет чтобы мы ехали налево вот здесь поворачивали налево ехали вот через Хронтау и потом туда на Орск и он показывает прибытие 19 часов а карты Google показывают 18 часов возможно это связано с разницей часовыми поясами но в любом случае здесь дорога по другому совсем идет на этой развилке есть во-первых несколько заправок но 95 у них здесь дефицит в Аральске там я заправлял на Казакойл по-моему там бензин хороший был а вот в Туркестане на Газпроме я заправил там вообще дерьмо было сразу расход увеличился на полтора литра потому что машина это сразу чувствует сразу все все данные мне сюда выдает передает вот Синойл 95 нету а здесь а 92 только и дизель и все кстати на Синойле тоже неплохой бензин но получилось так что самый хороший бензин это был в Алма-Ате у меня вот я из Алматы до Чемкента доехал у меня расход средний был 6,9 литра вот так вот называется это место Карабутак вот эти фуры едут в Актюбинск в Актюбе все в Хромтау а туда практически вообще никто не едет пустая дорога трасса трасса называется А22 а вот это вот рядом И-38 ну И-38 это европейское по-моему название через Хромтау она идет и даже гугл показывает что здесь на 1 час вот та трасса через Хромтау она длиннее дольше на самом деле как будет по факту я не знаю но мы пока едем не автострада конечно не магистраль но в принципе мало машин и покрытие достаточно неплохое но непопулярная дорога сразу видно мало кто сюда едет в этом управлении в общем друзья мы две границы прошли за сколько я не знаю даже минут за 15 максимум за 20 вот координаты этого пункта пропуска и из минусов плохая дорога вот такая вот пыльная грунтовая но у меня только позитивные впечатления пограничные пункты очень чистые информированные там всякие разные таблички что куда пойти пройти так здесь все быстро прошло без сучка без задоринки пограничники улыбчивые позитивные у них там все чисто культурно и короче говоря КПП прям приятный прям удивило удивило этот этот пункт пропуска ну говорят про него пока еще никто не знает и я совершенно случайно узнал я просто на стоянке встретился с человеком и он он сказал что вот он едет оказывается когда-то здесь кто-то проехал с Байконура и в общем теперь все байконурские знают что здесь можно проехать и мы с ним совершенно случайно встретились ну из минусов друзья здесь нет никаких вагончиков со страховкой нам нужно сейчас будет как-то онлайн купить страховку или как вообще не знаю и сим-карту тоже вы здесь не купите только роуминг то есть после пересечения границы никаких никакой инфраструктуры абсолютно нет ну и дорога плюс еще вот такая вот ну я вам так скажу друзья если бы там была бы хорошая дорога там еще помимо того что она плохая там еще такие ямы и фуром очень тяжело проехать просто у меня машина она высокая на больших колесах она как бы предназначена для таких вот именно переездов поэтому я здесь спокойно могу ехать ну грубо говоря этот шип а если ехать на легковой машине или на фуле то будет тяжело поэтому никто сюда не лезет ну и соответственно никто про это место не знает примерно вот здесь вот на этих координатах закончилась грунтовая дорога и началась вот такая вот бетонная это бетонные плиты куски бетонных плит ну не знаю сколько сейчас это будет продолжаться вот такой пробег в общем друзья честно говоря я не знаю мне не с чем сравнивать но я честно говоря начинаю сомневаться насколько было вообще оправдано ехать через этот КПП потому что мы ехали вот со стороны по Казахстану ехали на восток где-то километров около ста и сейчас едем обратно в ту же сторону на запад теперь по российской по российской территории тоже где-то около ста километров и сейчас до Орска нам сто чем-то километров остается ну большой объезд сделали большой объезд сделали и я не могу сказать что здесь дорога прям очень хорошая она такая асфальтированная все но она такая валкая не знаю может быть был бы даже смысл поехать через Актобе там не знаю насколько там была большая очередь здесь конечно красивые ландшафты все зеленое и зеленые поля луга деревья но дорога вот такая вот здесь напишите пожалуйста в комментариях если вы ездили через Хромтау через Актобе насколько там вообще плохая дорога вот со стороны если ехать Байконура вот с этой стороны потому что ну здесь вот такая дорога здесь по-хорошему надо 60 ехать около 200 километров нет никаких заправок нет никакого вообще придорожного сервиса остановок нет вот этих вот для отдыха нет тоже выделенных островочков нет и вот такая вот узкая трасса слабое здесь дорожное покрытие дорожное полотно и ну грубо говоря здесь тоже по сути ничего интересного да КПП там очень культурные воспитанные сотрудники пограничники прям вообще все на высшем уровне быстро пропускают быстро все лишних вопросов никаких не задают быстро все досматривают вот такая вот дорога ну я сомневаюсь что там вот где Хромтау что там было бы была бы дорога прям намного намного была бы дорога лучше поэтому не знаю я наверное если буду возвращаться назад через Россию я наверное по этой дороге не поеду уже больше потому что сначала мне классно так все понравилось я честно говоря думал что в России сейчас нас будут тут ждать хорошие дороги а на самом деле дорога старая они делают ремонт по моему вот с правой стороны они хотят ее расширить ну или как вторую полосу сделать но до этого у них еще руки не дошли там написано что капитальный ремонт будет ну и не знаю вот чтобы дорога была хорошая чтобы вы понимали вот справа надо не просто разровнять а надо снять слой вот этой почвы плодородной докопаться может быть даже до длины несколько хотя бы метров или два метра снять засыпать это несжимаемым таким грунтом типа балласты или какими-то камнями потом это все ПГСом выровнять и потом сверху только на бетонное основание и желательно чтобы оно еще и армированное было вот это я понимаю будет дорога а так то что они делают мы не знаем что у них там получится вот еще здесь ограничений много 50-70 друзья здесь еще мало того что она там была разбитая эта дорога старая они еще здесь еще плюс ко всему ремонт затеяли и вот такие вот объезды нескольких километров мы уже едем я не знаю сколько это все будет длиться этот балаган навигатор показывает что нам час ехать и 120 километров я так понимаю что скорее всего дальше будет нормальная более-менее дорога вот так вот ехать в пыли я это так не люблю вообще все крошки пыли после этого надо обязательно мыть машину и сколько они будут здесь делать я даже не знаю там речка есть если бы не комары я бы с удовольствием бы там возле речки сейчас заночевал как я рад что у меня все-таки высокая машина я могу в любой момент взять и если я даже увидел красивое место просто взять и заехать туда куда я захотел и я вот здесь увидел такую речку такую заводь я не знаю вот захочу направо поеду захочу налево поеду и посмотрите какая природа красивая деревья здесь можно чай сейчас здесь приготовить попить вон там на солнышке ну звуки здесь вообще такие классные и и кукушки и кукарекают и вообще кого здесь только нет и воздух прям роскошный а там я слышу пацаны купаются может быть мне надо получше место просто выбрать в принципе у нас есть еда которую мы можем сейчас здесь приготовить есть чай вода мы можем сделать огонь и в принципе у нас все есть вообще необходимое самая главная опасность это комары да они там купаются походу сейчас смотрите пока гулял нашел вот такой вот белый гриб я честно говоря не знаю можно его кушать или нет напишите пожалуйста в комментариях но место прям роскошное вообще суперское вон там с лодочкой ребята купаются вон там машину поставили с палаткой здесь такая заводь я потрогал вода прозрачная во-первых во-вторых очень теплая там тоже купаются запрыгнул в речку искупался и прям сразу такое облегчение почувствовал сразу усталость всю как смыло с себя решение еще проехать один час всего лишь 70 километров ну по этой дороге легко ехать и время быстро пройдет ну и мы будем уже в большом городе даже если нам там не понравится мы там быстро гостиницу найдем закат очень красивый очень красивый и еще я хочу сказать что вот мы пересекли границу и вот эти вот все ландшафты которые здесь есть и вот эти вот все деревеньки села они уже совсем другие очень сильно отличаются дамбаровского доорска вот такая вот хорошая дорога асфальтированная очень даже хорошая и участок вот будет такой вот неважной дороги пыльной и валкой до светлого тока до дамбаровского ну там примерно 100 километров можно потерпеть и в принципе вот здесь можно будет и в речке искупаться и вообще все что угодно сделать мы решили остановиться на природе возле речки я хочу пожарить креветки и вот здесь у меня уже чай горяченький я сейчас буду пить после костра всегда можете согреться во вторых он защищает от всяких насекомых и от комаров и от всего такого и в третьих вам не нужно газовые баллоны возить с собой это небезопасно и нет никаких рисков и плюс ко всему палки вы можете всегда везде в любом месте найти красивые креветочки получаются на чугунной сковородочке с чесночком со сливочным маслом и на костре кайф с белым и на костре о горной